Поехали! Давай! Поехали! Получилась такая интересная история, что когда мы приезжаем в Москву и пытаемся кого-то снять из известных блогеров, руководителей, администраторов социальных сетей и так далее, никого не найти. И мы их отлавливаем в Питере. И вот сегодня такое повезло нам, что приехал известный деятель нашего Рунета. Он сейчас сам представится, а после этого будем его пытать. Уже можно представляться? Да, конечно. Меня зовут Олег, фамилия моя Бармин. Вообще я родом из Архангельской области, а сейчас живу в Москве. Я директор по маркетингу LiveJournal, он же живой журнал. А еще я блогер, я вхожу в топ-50 блогеров. И я сейчас похвастаюсь, у меня в марте месяца было более миллиона просмотров моего блога. Что сравнимо с любым тиражом любого бумажного, самого-самого-самого крутого журнала, который у нас издается в России. Хорошо. И после этого миллион прозвук к вам пришли какие-то люди и сказали, что пора работать на нашу партию. Нет, партию, знаете ли, в жопу. А почему? Ну, потому что я не хочу ничего с политикой вообще иметь в общем. Ну, потому что это, во-первых, я все-таки сотрудник компании, и мы стараемся быть максимально нейтральными. Да, то есть у нас может быть и оппозиция, у нас может быть и партии правящие, у нас могут быть, ну, не важно кто, то есть любые люди, которые есть на нашем ресурсе. Вот поэтому я все-таки стараюсь абстрагироваться от политики все-таки больше в обычном миру обитать. Вот, Олег, сейчас некоторые скептики скажут, вот хват на миллион и так далее, но это же не Ваня Пупкин или Вася, как говорят, а человек, который один из руководителей ЖЖ. Поэтому не трудно стать одним из ведущих блогеров. Ну, во-первых, до того, как я пришел в LiveJournal, я входил в топ 200 блогеров в LiveJournal. И отчасти и поэтому меня пригласили, потому что у меня Дронов Илья и другие сотрудники компании временами почитывали. Я писал про бизнес, про всякие разные свои старые истории и так далее и тому подобное. То есть я уже был достаточно популярным. Опять же, еще один момент такой есть, что все те люди, которые были директорами по маркетингу этого ресурса до меня, они не были популярными вообще. То есть ты не можешь иметь должность и быть популярным. Ты не можешь себе купить LiveJournal или просто, скажем так, вдруг стать популярным. То есть если ты не пишешь что-то интересное, если ты не интересный личный, если ты не харизматичный и так далее и тому подобное, тебя читать не будут. Это все. Да, меня любят и ненавидят. Да, одновременно и одномоментно. Потому что я, может быть, скажем так, необычный человек. То есть я энергичный, разнообразный. Где-то я могу немножко порычать. И, может быть, иногда чуть-чуть даже, к сожалению, прорывается эта энергия нахамить кому-то, потому что меня совсем сильно замучают. Но, в общем, это невозможно быть популярным просто потому, что тебе сказали, а вот тот чувак, он очень крутой. Читайте его. Им очень интересно писать, что-нибудь читать. Вот это же все очень просто. А ваша активность только в ЖЖ или вы какие-то используете другие социальные сети? Во-первых, что бы я хотел сказать, что есть социальные сети. Например, это Facebook, это Вконтакте, это Twitter, это Google Plus и так далее и тому подобное. Есть LiveJournal. LiveJournal мы позиционируем теперь как социальные медиа. То есть это не социальные сети, это социальные медиа. И мы так об этом, скажем так, в течение года уже рассказываем людям. То есть я генерирую контент как блогер в своем блоге. Но у меня есть и Facebook, и Вконтакте, и Twitter. Мы пошарили все сетки. То есть как только я написал свой пост, он улетел тут же автоматом сразу в сети сети. Люди, которые находятся в соцсетях, они могут комментировать меня, они могут отлайкать, от Facebook, от Twitter и тому подобное. То есть, еще раз, я создаю контент у себя в блоге, это главная площадка. А в социальных сети это ретранслятор или, как правильно сказать, канал дистрибуции контента к разным целевым аудиториям. Ну, непосредственно промоушена какого-то. Да, да. То есть Вконтакте, например, его используют очень много в регионах. То есть это люди, которые меня читают из регионов. Twitter – это политики и тому подобное. Facebook – это топ-менеджеры разных компаний. Поэтому, еще раз, LiveJournal – это место, где мы генерим контент. Все остальные соцсети – это доставка контента до людей. А вас радует, когда вас чуть внимательными словами в комментариях кроет? Вы отвечаете людям или не замечаете? Ну, во-первых, есть правило – не корми тролля. То есть, есть люди разные. Я против личных оскорблений. Мне очень не нравится, когда люди… Я, в общем, еще из Советского Союза и чуть-чуть пожил в 90-х годах. И мне периодически кажется, что в наше время люди не отвечают за свои слова. Потому что, если, предположим, я вам нахомлю, я имею вероятность получить в морду. Ну, просто потому что я что-то сделал некорректное по отношению к вам. В сети это не происходит. Я бы все-таки в морду иногда бил. Потому что нельзя оскорблять людей, трогать семью, трогать детей и говорить настолько странные вещи, которые в педешке происходят. Это касается, как правило, то есть, у нас есть два публичных человека в компании. Это Илья Дронов и я. Ну, которые там процентов 90, они себе огребают того, что происходит. Мы вводим разные изменения, которые… А изменения – это как Столыпин, да? То есть, он занимался всякими разными делами. И его многие не любили. Это та же самая ситуация у нас. То есть, мы модернизируем сервис, который не модернизировали до нас много лет. И, естественно, есть очень много людей, которым это не нравится. Они привыкли к тому, что… Как все это было? Вот эта кнопка была здесь. А это было вот там. А это было вот тут. Но мир-то меняется. Мир поменялся уже давно. То есть, LiveJournal… Я сейчас могу ошибаться. Ну, там, 15 лет, грубо говоря, да? Я считать не буду. С тех пор очень много воды усекло. Повелся в Facebook, Вконтакте и так далее и тому подобное. Вот. И нам тоже нужно меняться. То есть, мы можем либо… Мы могли бы либо умереть, либо измениться. Поэтому мы меняемся. И, естественно, есть очень много людей, которым это не нравится. И они не стесняются в выражении. Илья более толерантен. То есть, он, ну, вообще, меня очень удивляет в своем отношении к тем людям, которые пишут. Я иногда, ну, более, скажем так, горит. Потому что я считаю, что иногда нужно людям показывать зубы. Потому что, ну, нельзя так. Нельзя так поступать. Возьмите… У нас, например, была история… Я выехал в Беларусь, в Минск. В их местном сообществе, значит, там, выложили о том, что он директор на маркетингу, там, та-та-та-та, приезжает в Минск. Простите меня, говна. Просто вот можно гидравлической лопатой было разгребать, там, каким-то, там, этим, огромным, там, ковшом. А в связи с чем? Вы меня знаете? Мы со мной общались. Ребята, приходите, пожалуйста, на встречу со мной. Тогда, когда вам будет удобно. Я буду, там, три дня в Минске. Я готов с вами встретиться. Я готов, там, принесите с собой торт, вы бросите меня. Помидоры, там, какие-нибудь, там, камни, если хотите, да. В Беларуси очень любят камни. Даже музей камней есть. Вот. Ну, бросите меня. Приходите и скажите мне все, что вы думаете про меня. Так ведь нет. Никто не пришел из тех, кто ругал. Придите. А, может быть, я кому-нибудь врыло дам. Ну, потому что так нельзя себя вести. Да, сексу. Не хватает. Я, безусловно, не живой человек. Я переживаю на эту тему. И мне, ну, иногда тяжеловато. Потому что, ну, когда тебя, там, ругают так много людей, еще такими словами, ну, это, конечно, неприятно. Ну, я считаю, что у нас случился такой переломный момент. Мы запустили два новых продукта. За последнее время карты LiveJournal совместно с BeLine. И, как ни странно, этот продукт практически не ругали. Мы даже внутри компании смеемся, что мы начинаем терять сноровку. Вот. И у нас выходит, был анонс у Ильи в блоге, о том, что у нас выходит новый ТОП LiveJournal. Вот. И, опять же, мы так, ну, затаились. Думали, значит, что опять будут ругать, как обычно. Вот. Но питерский только Фима, психопат, написал о том, что это говно. Эти люди нормально ничего сделать не могли. Даже смотреть не пойду. Поэтому говно. Вот. А на самом деле, 95% людей сказали, что, ребят, ну, спасибо вам на то, что вы сделали вот такой вот продукт и то, что вы об этом думали. И вообще очень странно, что у нас происходит в стране. Потому что вот когда у какого-то русского человека что-то получается, он уехал в Америку, или он живет в Москве, или в Питере, или в Воркуте, или он там в Англии живет, да. И он что-то добился. Он что-то сделал полезное, интересное. Особенно в IT-сфере. Я с него лично радуюсь очень сильно. То есть я прям переживаю и радуюсь за человека, который русский человек. У нас много нефти и газа. Можно вообще ничего не делать. То есть просто можно там еще лишь 50 жить, а потом мы все вместе там помрем, да. Ну и люди, они стараются и они добиваются чего-то. Я радуюсь за этих людей. Потому что это человек, который говорит на этом же языке, да, у него там ментальность определенная и так далее и тому подобное. То есть мне не интересен бразилец, немец и так далее. Но когда есть русский человек, который добился чего-то, я за него радуюсь. А если у него что-то не получается, я хочу ему помочь. А у нас вот очень часто люди ругают, ругают и ругают, еще раз ругают и еще раз ругают. Но не дождетесь, мы не сдадимся. Атолик, вы фильмов Секабада упомянули. Это очень достойный человек. Мы часто по многим программам с ним общались. Как вы считаете, почему такое охлаждение именно ЖЖ? Это все-таки один из флагманов был в нашем городе. Ну, я не знаю. Точнее, не то, чтобы я не знаю. Мы с ним общались, ну, недолго, немного. Вот. Наверное, я вот не про него бы сказал, а просто, в принципе, про благосферу и про подход и так далее. Я проехал уже очень много городов. От Хабаровска до Архангельска, Минска, Киева или там Калининграда. Просто время идет. И когда он, например, писал, там, начинал писать, наверное, сколько лет назад? Десять, да? Вот. Ему было лет, наверное, там, может быть, двадцать пять, там, да, двадцать три, я не знаю, двадцать семь. Поменялся, он поменялся. У него появилась семья, у него появилось, там, что-то еще, там. Возможно, ему просто надоело, может быть, он устал. Вот сейчас, там, я иду достаточно. Ну, у меня в моем блогу всего четыре года, между прочим. То есть, я такой, ну, шкалота. По большому-то счету. По сравнению с гуру, да, и с им, и в том числе. То есть, я так, когда с ним здороваюсь, я должен так на колено одно приставать, там, да, и говорить, там, я вас уважаю просто потому, что они так давно в ЖЖ. Вот. Вот. Но, ну, мне кажется, просто время идет. И вот просто вот стул, у него, может быть, приоритеты поменялись. Ну, правильно, вы согласитесь здесь со мной, что, когда тебе двадцать лет, у тебя может быть много времени, да? А когда тебе тридцать, когда у тебя три ребенка, или два, или один даже, и там, и он в школу идет, и еще что-то там. Ну, совсем другая история. То есть, ты можешь, там, на социальные сети, или на LiveJournal тратить десять часов в день, или, там, час в день, а теперь у тебя есть только пять минут. А вот еще, вот, подтвердите или опроверьте, есть такая легенда, или как-то идея, которая входит по интернету, что в ЖЖ все состоялось, и уже, вот, гинувшее, отдыхшее житье, завтра нет смысла в ЖЖ заводить что-то, потому что он уже ничего не достигнет. Это так? Или все-таки можно вот завтра открыть в ЖЖ аккаунт, и постепенно набрать, и через год, два, три, пять. Я могу сказать, что как раз ситуация кардинально изменилась за год. я сегодня неделю анализировал топ пятьсот. В топ пятьсот двести пятьдесят, ну, так, на глаз, да, то есть, я могу ошибаться там, ну, там процентов есть пятнадцать новых блогеров. и если мы говорим про топ тридцать и топ четыреста семьдесят, между ними раньше разрыв был просто, ну, просто пропасть была, то есть там кто такой Доля, кто такой там Навальный, там, я не знаю, там, Тёма, и там человек, который находится даже на пятидесятом месте, это была пропасть. А вот этот весь, вот этот весь пласт, он укрупнился, и он стал такой, более жирненький. И когда мне сейчас, предположим, периодически приходят письма Олег, вот, ну, нам бы нужны блогеры, ну, предположим, вот, будем сейчас на мероприятиях находимся, на мероприятиях на это, чтобы они сходили, может быть, что-то написали, если им понравится. Никто не говорит топ тридцать, топ пятьдесят, топ пятьсот. То есть нам нужны блогеры из топ пятьсот. Моя цель, топ три тысячи, чтобы, чтобы компании говорили, нам нужен блогер из топа три тысячи. И чтобы в регионах, в каждом регионе и власть, и бизнес, и, не важно, то есть все знали, что у них есть там в регионе топ двадцать блогеров, этот фэйшн, этот спортивный блогер, этот вот такой, этот там с властью общается, этот с еще с кем-то, чтобы они на всех мероприятиях присутствовали, чтобы они стали, там, пятой властью. Мы этим занимаемся. Вот, поэтому, вот, что нужно было сделать? Ответьте мне на вопрос. Раньше, чтобы два года назад, чтобы в топ попасть, в топ, на нашу главную страницу, если ты зарегистрировался, там, вчера? Ну, наверное, писать каждый день, чтобы тебя старик Державин заметил и в гроб, благодаря благословил? Нужно было, скорее всего, либо там съесть гранату, да, и, значит, взорваться, снять данное видео, в кадр у тебя отлетает рука, еще как-то тут, смотри, успеть запостить, и тогда, наверное, все бы это могли убедить, потому что это, ну, просто, ну, тоже не нормальное мероприятие. Или попросить топового блогера какого-нибудь, чтобы он репостнул или написал об этом человеке. Тогда к тебе могли люди прийти. Сейчас ты просто берешь одно из промо, которое мы сделаем, желтое, да, синее, промо в дневниках, там, и так далее и тому подобное. То есть ты можешь за небольшие деньги попасть в топ. То есть ты можешь, вот я, я оживил свой аккаунт, да, Олег Бармин он называется. Вот, я ему написал три года. Я решил написать, ну, все-таки, более личные вещи. Вот, у меня там что-то сус-кап аж шестьдесят два, да. Я написал десять постов за месяц, я сделал два репоста сам себя из одного аккаунта в другой, и я немножко потратил денег на продвижение там, ну, такое, скромное очень, то есть я потратил две тысячи рублей за месяц. Я вкажу там в топ, там, пять тысяч уже. Понятно, что Олег Бармин, понятно, что там я там популярный, да, там, в каких-то кругах. То есть сейчас стало проще гораздо стать популярным, но, безусловно, если у тебя нет контента интересного, ты можешь денег заливать сколько хочешь или поможешь. И вот последний вопрос, вот, я понял с ваших рассуждений, что ЖЖ меняется, что-то креативное придумать и так далее. Что-то в ближайшие месяца можем ждать какого-то, какого-то сюрприза? По дизайну, по тематике, по логистике? Ну, во-первых, во-первых, будет допилен полностью новый дизайн, да. То есть, главное, у нас есть топ наш общий, да, который мы примемли смотреть. Будет еще семь топов, которые делает редакция. То есть, топ будет обновляться чуть-чуть дольше, да, а редакция будет выбирать и раскидывать по топам по-разному, то есть, там, тревел-блогеры. Значит, 18+, да, то есть, часть вот этой желтой истории, которая сейчас попадает в наш топ, она уйдет именно в 18+, и, скорее всего, он будет очень популярным. Как это, не знаю, не странно, да, или там, не грустно и так далее. Но это жизнь, да, это жизнь. То есть, у нас будет новый топ. Сиськи и кошки все-таки главное. Сиськи и кошки, да, это прекрасно. Вот поэтому будет новый топ, в котором все это будет отбираться. Это, я считаю, что, ну, да, при этом сольются lightjournal.com и lightjournal.ru. Вот, редакция будет уже писать, как раз и заниматься вот этим, вот этим нашим новым топом. Вот, у нас уже вот вышли новые приложения, мы называем их читалки, да, то есть, каждый блогер может сделать свое приложение для айфона и для андроида. Если мне нравится, там, Доля, например, там, не знаю, там, может, Навальный, там, или там, Фимопсихопат, он может сделать свое приложение, я укачаю его из Apple Store и просто смотрю его отдельно. И самое главное, что я смотрю, то есть, мне понравилось пять постов, я нажал кнопочку, скачал все, и в оффлайне, там, в поезде, в самолете и так далее я могу просто все читать. То есть, вот такая штука вышла. Выйдут новые приложения, очень, ну, более удобные ниже, чем сейчас мы имеем, для того, чтобы писать. То есть, 5% пишут, 95% читают. Так вот, для 5% мы сделаем новое приложение, в котором будет очень удобно писать, в лайтджоке. Что еще? Это напоминает, вот, как подкастинги, можно скачать радиопередачи, а потом, типа, слушать, когда в любое время. Например, та же технология, да? Плюс мы занимаемся нашим телевидением, да, снимаем разные передачи и постараемся их делать более интересными. Вот, есть разные предложения интересные. Оригинальное, опять же, развитие. Ну, в основном, в деле, происходит очень много всего. Здесь нужно просто немножко следить за тем, что мы делаем. Ну что ж, спасибо за встречу и, как говорится, блок в помощь. Да, блок нам в помощь. Спасибо. 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 Спасибо.